что у нас это случается первый раз вот но мы все люди мы все знаем что на человека на сто процентов надеяться нельзя что горе человеку который надеется на другого человека дыхание которого ноздряхиваю буквально за полчаса до начала нашей зон встречи позвонил ягод сказал что его отец борис герман который должен был делать презентацию название очень интересно интригующая тема очень интересная вот я сам приготовился к тому чтобы это послушать меня этот вопрос очень волнует и интересует а вот но он к сожалению очень плохо себя чувствует поэтому две вещи которые я хочу вас попросить первое это поддержать брата в молитве чтобы господь его исцелил а вот потому что мы как верующие не можем быть равнодушными если брат нуждается чем мы ему можем помочь так это молитва вот чтобы господь его восстановил полностью это первое вот и второе я хочу попросить прощения за то что получилась такая накладка что срывается наше занятие то есть та тема вот поэтому сегодня я с вашего позволения коснусь вопроса духа святого личности духа святого мы этот вопрос еще как там не поднимали глубоко на наших зон встреч а вот порассуждать о духе святом как третьей личности трои цели третья ипостаси окей я надеюсь что вы не против окей ваш микрофон выключен включите микрофон григорь иванович можете помолиться я сказал что мы прощаем но просто нас по настоящему просим когда все-таки вы его нам представить и он эту тему представить тогда мы по-настоящему я не господь бог я же не могу представить я могу постараться все что от меня зависит я здесь молимся отец не помолитесь григорий иванович попросите благословения на нашу встречу и мы порассуждаем о духе святом как третьей личности или а третьей ипостаси вот и потом можно будет сделать открытые диспуты для рассуждения в этих вопросах отец наш небесный мы обращаемся в этот час к тебе и мы так благодарны тебе что за чудесно все устроил ты создал церковь твою мы благодарим тебя господи что ты сказал очень лучше для вас чтобы я ушел его если я и уйду то дух святой не придет но ты ушел и послал духа святого который сегодня везде израиль америки украине в белоруссии и в россии и везде потому что он действует сынах твоих сынах дочерях которые любят тебя которые признают тебя как бог просим тебя за брата германа ты видишь его состояние здоровья господи не верим что для тебя нет ничего невозможного поэтому просим господи стиле его и дай ему еще силы сколько он сможет трудиться благодарим тебя и за это общение за эту возможность за то что есть такие чудесные чудесные сегодня способы слышать видеть молиться поддерживать вспоминать господи а у тебя все 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 записано дай нам помнить об этом господи ценить тем временем которые ты даешь для нас молю тебя из-за украину в этот час особенно есть трудности господи но без воли твоей ничего не проходит поклоняемся тебе благодарю тебя время отца и сына и святого духа аминь хорошо друзья значит тема наша сегодняшняя я ее особенно не готовил воспроизвожу по памяти а вот чтобы мы могли с вами порассуждать кто же такой дух святой что в библии о нем написано с пониманием духа святого мы встречаемся в самой первой книги бытия если мы откроем первые первую главу первый стих книги бытия мы с вами можем увидеть вначале сотворил бог небо и землю вот во втором стихе мы видим уже проявление духа земля же была безвидна и пустая тьма над бездну и дух божий носился над водой я хочу обратить ваше внимание что когда мы говорим в начале на иврите это слово берешит рож это голова то есть в голове в начале когда еще ничего не было когда еще ничего не было бог сотворил небо и землю и с ним был дух святой который носился над поверхностью водой то есть мы можем с вами видеть что дух святой является вместе с отцом творцом а вот и третий стих и сказал бог да будет свет и стал свет и сказал бог как он сказал он сказал словом это слово логос товар на иврите в первом евангелие и она в первой главе написано в начале то есть употребляется тоже слово было слово и слово было у бога и слово было бог поэтому мы видим все три ипостаси в самом начале которые были мы видим что дух святой он является богом творцом наравне с отцом и наравне с сыном с иисусом христом есть некоторые люди которые говорят что нигде не написано что дух бог а вот и я не думаю что это совсем правильно я думаю что в одном месте идет очень четкий намек на это если мы с вами откроем пятую главу деяния святых апостолов мы можем об этом прочитать давайте откроем пятую главу деяния апостолов некоторый же муж именем ханания женой своей сапфирую правда в имении утаил из сына и сведома жены своей а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов но петр сказала ханания для чего ты допустил сатане вложить сердце твою мысль солгать духу святому и утаить из сыны земли чем ты владел не твое ли было и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась для чего ты положил в сердце твоем для чего ты положил это в ты солгал не человеком а бог то есть друзья мои мы видим первую церковь мы видим что первая церковь она была особенно вдохновлена духом святым и по погружению духа святого люди продавали все свое имение и приносили всех ногам апостолом и апостолы раздавали нуждающимся вот и мы видим пример что люди пошли на хитра санания и ханания его жена сапфира а вот они договорились продать имение и какую-то часть утаить а вот то есть он сведома жены утаил а некоторую часть принес и положил ногам апостола но мы видим что дух святой работал таким образом что он открывал тайны человеческого сердца и петр говорит ханания для чего ты допустил сатане вложить сердце твою мысль солгать духу святому и утаить из цены земли в этом стихе мы понимаем одну очень важную вещь о духе святом что дух святой является личностью почему потому что есть многие верующие так сказать в кавычках которые не считают дух святой личностью что такое личность что характеризует личность вот мы люди которые являемся божьим творением в отличие от другого сотворенного мира который не является личностями мы являемся личностями что нас отличает как личности что у нас есть такое у людей чего у другого творения нет первое это чувство почему потому что животные они живут инстинктами мы живем чувствами у нас есть разум у нас есть воля вот эти вещи которые у нас есть почему они у нас есть потому что они есть у бога правильно если бы у бога этих качеств не было оба нас не наделил бы этими качествами если бы бог не знал что такое чувство разум и воля мы являемся следствием бог является причиной поэтому те чувства и тот разум и та воля которая у бога они еще более совершенные чем у нас а вот но если у человека есть чувство разум и воля он является личностью и здесь говорится о духе святом что человек пытается дух святой что обмануть то из этого мы понимаем что дух святой силой не является есть многие верования такие как пантеистические верования или пантеизм это слово которое свойственно для восточных верований люди которые верят что бог это не личность это какая-то безликая энергия которая пронизывает все вот и все восточные учения они на этом построены буддизм даусизм вот и это все проникает также и другие религии которые тоже начинают верить в реинкарнацию то что энергия проходит по человеку и существуют различные методы и способы лечения даже которые берут в основу эту философию но мы знаем что философия в корне неверно почему потому что если мы являемся личностями то тот кто нас сотворил он тоже является личностью здесь конкретно говорится о том что дух святой является личностью и мы можем в библии я сейчас не буду вам листать и находить все места которые говорят о духе святом но ряд из них я могу вам сказать например в 5 главе бытия когда сыны божьи стали брать дочерей человеческих бог сказал мне вечно духу моему быть пренебрегает между людьми разве можно пренебречь силой силой пренебречь невозможно сила она безликая а вот если ты пренебрегаешь значит ты пренебрегаешь кем ты пренебрегаешь личность одно из ярких мест которая говорит о боге как о личности это 8 глава послания к римлянам там написано что дух божий испытывающий сердца знает какая мысль у духа потому что он испытывает верующих по воле божий вот мысль у духа то есть духа есть мысль а вот если это мысль значит дух не является какой-то безликой вещи а вот и очень опасно когда мы начинаем дух святой смешивать чем-то вот есть верующий который дух святой смешивает духом человеческим чтобы святой он как-то взаимодействует человеческим духом так что это все перекручивается одна из проповедей миши цина о духе святом я хочу обратить на это ваше внимание когда он говорит такую вещь и дух святой когда он спускается и соприкасается с делами плоти он медленно перетекает и становится духом человеческим точно так же и дух человеческий когда он возносится к богу он перетекает из высшей сферы становится духом божьим это ересь друзья почему потому что дух святой он является богом который существовал еще до того как начал существовать весь этот видимый и невидимый мир дух святой он был всегда ему такое же имя как и отцу так и сыну почему потому что в евангелии от матфея 28 главе господове четкое поверение так идите научите и крестите во имя не сколько имя есть одно имя во имя отца и сына и святого дух поэтому первое что мы должны с вами понимать мы должны понимать природу духа чтобы святой вместе с отцом и сыном является личностью является богом вот есть даже некоторые христианские культы или я бы сказал не христианские псевдо христианские культы которые не понимают духа святого как личность мормоны свидетели иеговы они тоже отрицают тот факт что дух святой является личностью а вот есть даже некоторые церкви я столкнулся с одной из серпе и субботников в портланде которые не верят что дух святой является богом вот они верят что иисус является богом он что до 100 является богом он вот то есть эти вещи это крайне вещи это ен Cailly ческие вещи которых присутствуют который мы как верующие должны понимать и называть вещи своими именами что дух святой является личностью и дух святой является богом люди которые это отрицают они впадают в уже учение они не могут быть возрожденными верующими крестьянами почему потому что они искажают природу бога природу духа святого это первое что я хотел бы сказать второе что я хотел бы сказать дух святой он отличная личность от бога отца и от бога сын есть верующие которые говорят моделисты или их называется ваницабеляне или патриопассиане которые говорят что бог он проявляется в разных формах один раз он проявляется в форме отца другой раз форме сына третий раз форме духа святого и они начинают эти вещи но мы с вами прекрасно можем видеть определенные места библии где мы сразу видим все три и поставьте как мы с вами прочитали в первой главе бытие что сотворил бог небо и землю да какой бог бог отец дух святой носился над поверхностью воды и сказал бог он сказал словом а вот но более четко мы это видим момент крещения иисуса христа когда иисус вышел из воды и дух святой спустился на него в телесном голове в телесном виде виде голубя и был власти без сей и сын мой возлюбленный в нем мое благоволение то есть моя благая воля в нем поэтому мы с вами верим что дух святого не является отцом или он не является сыном что это совсем другая личность если это совсем другая личность то тогда как мы можем понять вот это взаимодействие семён слуцкий хочет сразу задать вопрос а вот если это так срочно но задать а вот или потерпим до конца миша как тебе удобно просто потому что конечно ты важные вещи говоришь это сказать хочется кое-что сказать по этому поводу если ты не возражаешь ну давай скажи если ну я думаю знаешь более свободное поэтому я думаю на очень хорошо посмотри я я скажу как я понимаю видишь даже бытие вот первая глава самое начало которым ты говорил нам ну во первых мы не видим там наименование девар правильно которое означает слово поэтому и считать что допустим слово в этом смысле было глаголом это как бы натяжка такая правильно потому что слово это имя поэтому видишь как я я все-таки смотря на эту первую самую главу я вижу что в слове элохим который имеет множественное число на уже в нем содержится и девар и яхве и руах яхве и не нужно распределять потом на на глагол и так далее то есть в самом начале бытия все эти три имени фактически уже там находятся вот так я на это смотрю ну спасибо но один из моментов которые я отметил я еще раз его отмечу что там стоит слово в начале то есть это слово в начале оно стоит также и в евангелиях я а вот в начале было слово и слово было у бога и слова было бог и ничто без него не начало быть что начало быть а вот то есть в начале было слово это давать а вот а когда мы читаем где первую главу там написано что в начале сотворил бог небо и землю земля была действительно пуста и сказал бог то есть то что он сказал оно стало оно воплотилось посредством кого если без него ничего не начало быть то есть он сказал через свое слово через этот давать через этот логос ну я понимаю миша понимаешь ну смотри если ты подумаешь логика как бы подрывается правильно потому что бог сотворил мир то есть сотворил небо и землю уже в первом стихе правильно в третьем стихе мы видим свет то есть мы как бы переходим в другое совсем яна что слово сотворило небо и землю потому что без него ничто не начало быть абсолютно согласен именно слово слово сотворила конечно опять таки процессе творения участвовала вся троица безусловно посмотри внимательно то есть слово сотворила мир бог сотворил мир дух сотворил мир все эти три имени они они фактически сочетаются в слове эллахим потому что в начале эллахим сотворил мир это множественное число более того быть и я 126 написано и сказал бог слова сказал глагол сказал в единственном числе а дальше идет глагол во множественном числе сотворить человека по образу нашему и подобию нашему дальше идет уже во множественном числе то есть мы видим множественность в единстве то же самое мы видим в третьей главе книги бытия когда Бог говорит, вот Адам стал как один из нас. Мы это видим также в Шма-Исраэле, это второзаконие 5 глава, где он говорит Адунай-Элу-Хей, суффикс «ю» обозначает множественную форму. Это дословно, это можно сказать Господь Боги наш. Слово «один» никогда не используется как абсолютное единство, слово «адин-эхад» в смысле. Абсолютное единство есть другое слово, слово «яхид» — единственный неделимый. В этом заключается суть, что Бог никогда не употребляется как «яхид» — единственный. Хотя некоторые апологеты иудаизма, такие как Рамбам, современные апологеты, говорят, что он «эхад в яхид». В одном из постулатов Рамбама записано, что он добавил «ташма-Исраэля» «дуна-эхад в яхид», он добавил это слово, что он неделимый. Мы видим, что есть совокупное единство в одном Боге. И дальше мы видим эту ситуацию, уже даже Исаия в 6 главе говорит, «И сказал Бог, кого мне послать и кто пойдет для нас». Миш, смотри, безусловно, множественность видна во многих стихах Писания, это безусловно ясно. Но мы пропускаем, я думаю, важность этого момента, что единственность Бога — это тоже очень важная истина. Понимаешь, единственность и множественность, они связались каким образом? Ну, мы знаем, когда это было. В самом начале церкви это связалось так — три личности в одной сущности. Вот такая была формулировка, понимаешь? Но когда ты внимательно читаешь Писание, ты понимаешь, что Бог есть одна личность, потому что Он не раз говорит от одного единственного числа. Поэтому единственность и множественность существуют одновременно. Просто нужно понять, как они между собой связаны. Вот и все. Ну, я как-то еще не совсем понимаю, что три есть одна личность. Я думаю, что в одном Боге есть один Бог, но есть три личности. Ну, если мы не понимаем этого, Миш, это не значит, что этого нет в слове. В том-то и дело. Ну, вопрос другого характера. Почему мы понимаем, что это разные личности? Я к этому вопросу подойду, потому что каждая личность выполняет свою функцию. Свою функцию. Вот, например, если мы возьмем на примере семьи, да? Мы возьмем каждый член семьи, он имеет ту же самую природу, правильно? Отец — он человек, мать — она человек, дети — они кто? Тоже люди, правильно? То есть у них у всех одинаковая природа, но они выполняют разные функции, поэтому они являются разными личностями. Когда Бог говорит о семье, что двое будут одна плоть, это не значит, что муж — это то же самое, что и жена. И если так рассуждать, то можно оправдать и гендерные сообщества. Но мы верим, что муж и жена — это две разные личности, но они являются одной плотью, они являются одной семьей. И точно так же Бог — есть семья, есть отец, сын и Дух Святой, три личности, которые были изначально. Это один Бог. Это один Бог. И мы видим, что они выполняют разные функции, потому что отец… И как раз мы коснемся этого вопроса. То есть вопрос функциональности. Вопрос функциональности. Я думаю, что одна из самых удачных глав — это глава послания к Ефесянам, первая глава. Давайте открою. Ефесянам, первая глава. Вот, с третьего стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть мы видим, кто нас решил благословить всяким духовным благословением в небесах — Бог Отец. Но это Он сделал в ком? В Иисусе Христе, да? Так как Он избрал нас в Нем, то есть в Иисусе прежде сознания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновидность себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей. А вот в девятом стихе написано, что Он открыл нам тайну по своей воле, по своему благоволению, которое Он положил в Нем. В одиннадцатом стихе в Нем, то есть в Оце, мы сделали с наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все. И написано в тринадцатом стихе в Нем, то есть в Оце, «Вы, услышавши слово истины, благословение вашего спасения, и уверовав в него запечатлены обитованным духом Своей». То есть здесь мы видим как раз вот эти вот три личности, что Отец, Он нас решил благословить, Он нас избрал, Он нас предопределил, Он открыл нам тайну, Он приготовил нам наследство. Все это Он сделал в Иисусе Христе. Написано, что в седьмой стихе, в котором мы имеем искупление крови, его упрощение грехов по богатству благодати Его. Для того, чтобы эти благословения пришли в нашу жизнь, Иисус пошел на крест. Отец не умер на кресте, Дух не умер на кресте. Поэтому мы понимаем, что это не одна и та же личность. Потому что если бы это была одна и та же личность, как говорят по трепассиане, то во кресте умерли и Отец, и Дух. Но это разные личности. И Иисус умер на кресте для чего? Для того, чтобы благословения Отца пришли в нашу жизнь. Он является и Богом, и человеком. Именно по этой причине он является первосвященником. И здесь написано, что в десятом стихе, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под глагол Христом. Почему? Потому что Христос есть и небесный, и земной. И в нем мы сделались наследниками, то есть в Иисусе Христе. Но когда это входит в силу, когда мы слышим это слово истинное благословение вашего спасения, и верим в него, Дух Святой ставит печать. Что такое печать? Печать – это документ, который запечатан, который является действительным. То есть Бог включает нас в этот завет. А вот когда мы принимаем это слово, Бог ставит печать на нашем сердце, и эта печать, то есть этот Дух, он является залогом наследия для ускупления удела Его в похвалу славы Его. То есть каким образом Дух Святой работает? Написано в 17 стихе, «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа при мудрости и откровениях к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых». То есть как действует Дух Святой? Он является Духом при мудрости и откровения к познанию Его. То есть Дух Святой нам открывает отца и сына. И как он действует? Он просвещает очи сердца нашего. То есть он воздействует на наш разум для того, чтобы наш разум с нашим сердцем был в гармонии. На иврите говорят, а Симон упал. Знаете, когда бросали эти жетоны в автомат, в телефон. Когда появлялась, когда Симон упал. Для этого он просвещает очи сердца нашего, чтобы мы познали, в чем состоит эта надежда. То есть если мы будем знать о Боге только в нашей голове, но этого не будет в нашем сердце, то есть не произойдет этого контакта. А вот с другой стороны, это не может быть в нашем сердце, если это не преломилось через наш разум. Бог никогда не говорит через подсознание. И это работа Духа Святого. Можно сказать, вы все знаете это место в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, когда Иисус беседовал с Никодимом. Он говорит, как бывает с рожденным от Духа Святого. Говорит, и голос его слышишь, но не знаешь откуда приходит. То есть когда человек рождается слышен, тогда Дух что? Как в 8 главе послания к римлянам апостол Павел говорит, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы что? Кто? Дети. Но это когда происходит? Когда происходит взаимодействие Слова и Духа. То есть Слово мы слышим, мы его воспринимаем разумом, Дух он опускает это в наше сердце. То есть в этом заключается функция Духа. Иисус говорит, лучше для вас, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, я не пошлю вам другого утешителя, Духа истины. И что этот Дух должен сделать? Он должен обличить мир о суде, о суде, правде и… То есть Дух обличает этот мир, он обличает верующих, он открывает нам глубины, он открывает нам наши грехи и наши пороки, которые мешают нам строить отношения с Богом. Естественно, он нас исправляет, он нас наставляет, но он взаимодействует с чем? Со Словом. Почему? Потому что Дух не работает самостоятельно без Слова. Есть некоторые такие ложные учения, когда человек говорит, вот Дух мне Святой сказал. Откуда ты знаешь, что Дух Святой сказал тебе или не Дух Святой сказал тебе? Всегда нужно проверять по Слову. Вот почему? Потому что Дух Святой не может сказать то, что противоречит Слову Божьему. Это то, что важно. Теперь Дух Святой мы видим, что в Церкви, особенно в католической и православной существовала такая проблема. А вот католики верили, что Дух Святой был послан от Отца и от Сына, а православные говорят, что Дух Святой был послан только от Отца через Сын. Именно на этом произошло разделение. Этот вопрос, мне кажется, не является принципиальным. Но мы знаем, что в Библии написано, что Иисус говорит упрошу Отца и даст вам другого утешителя. А во второй главе Деяния святых апостолов апостол Петр говорит, что Иисус вознесся и послал Духа Своего то, что вы сейчас ныне видите и слышите. То есть этот аспект я тоже хотел затронуть. И последнее, о чем я хотел бы поговорить, есть вопрос, который является запинающим для многих верующих. Потому что вы помните этот момент, когда Иисус изгонял бесов в силу Князя Бесовского Вильзевула. К нему подошли фарисеи, говорят, ты изгоняешь Духом Князя Бесовского. Он говорит, разве может дьявол разделиться сам в себе? То есть старство не устоит, если оно разделится. Но я изгоняю Духом, говорит, если вы Духа хулите, то не будет вам спасения ни в всем мире, ни в будущем. Кто похулит отца или сына, еще может спастись. А кто похулит Духа, тот не может спастись. То есть хулана Духа является непростительным грехом. И многие люди верующие, они начинают рассуждать над этим вопросом, что значит хулана Духа Святого. И я хотел бы вам привести некоторые доводы, которые мне кажутся важны. То есть в чем задача Духа Святого? Он ставит печать, он является залогом, он нас приводит ко Христу, он нам открывает отца, он просвещает очи нашего сердца. Если Дух Святой не будет работать, сможем ли мы прийти ко Христу? Не сможем. А если мы не сможем прийти ко Христу, сможем ли мы обрести спасение? Поэтому если человек видит явное проявление Духа Святого, или он слышит Слово Божье, которое вдохновлено Духом Святым, которое является богодухновенным, и отвергает его, то есть он отвергает Дух Святой. Естественно, он никогда не примет Христа, естественно, не приняв Христа, он не примет кого? И отца. Поэтому хулана Духа Святого – это такой же грех, как грех неверия. В 3 главе Евангелия от Иоанна мы знаем, что написано в 3.16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел что? Жизнь вечная. Написано, верующий в Него не судится, а неверующий уже осуществлен. Почему человек неверующий? Потому что Дух Святой ему что? Не открыл. Потому что человек не может стать верующим, если Дух Святой ему что? Не открыл. То есть в этом заключается работа Духа Святого. И я верю, что Дух Святой – это третья личность или третья ипостасия, есть такое слово, термин богословский на греческом языке, что он является личностью, что он является божественной личностью и что он выполняет эту функцию. Он был послан отцом и сыном. Для чего? Для того, чтобы нам открыть отца и сына. В Послании к Коринфянам 6 глава говорит, или не знаете, что вы есть храм Духа Святого, живущего в вас, и поэтому вы не свои, ибо куплены вы дорогой сыном. То есть мы есть храм, в котором что? Находится Шхена, Дух Святой. Раньше Шхена была только в Святом Святым. И храм это святилище, оно так и называлось Мишкан, потому что там было присутствие Божье в Святом Святых. Когда Иисус Христос умер и сказал, свершилось, завеса разорвалась сверху донизу, и Шхена Божье присутствие, оно вышло из храма. Теперь Дух Святой обитает в ком? В нас. Послание Якова 4 глава, если я не ошибаюсь, написано, ибо не знаете, что до ревности любит вас Дух Божий, живущий в вас. Каждый верующий человек, он испытывает эту ревность Духа Святого. Почему? Потому что Бог, он ревнитель. Он не хочет нас делить с этим миром. Если мы испытываем эту ревность, значит мы действительно дети. Это один из критериев, по которому мы можем проверить себя. Почему? Потому что очень часто, как говорил апостол Павел, когда хочу делать доброе, прилежит мне что? Злое. Потому что доброе, оно есть у меня в разу. А плотное хочет делать злое. Вот этот конфликт между плотью и Духом, он постоянно происходит в жизни верующего человека. И это является следствием выражения свыше, когда мы, будучи верующими людьми, можем сопротивляться грехам, которые побуждают нашу плоть в грешении. Вот. Это то, чем я хотел с вами поделиться. А сейчас я думаю, что можно задать вопросы. Я еще раз извиняюсь, потому что я не готовился на сегодня. Я делал это все экспромтом. Вот. И может быть не так четко и ясно и систематично я сложил эту тему, но я думаю, что основных вопросов я коснулся. Вопросы с вашей стороны, пожалуйста. У меня бы интересовал вопрос. По этим вопросам-то понятно, а это вопросы, в которых мы, как говорится, живем. А меня бы интересовало, если бы кто-то вот из ваших специалистов и людей, которые вот видят общую ситуацию, в каком состоянии находится сейчас Израиль, народ Божий, в каком состоянии и как будут продвигаться вот эти события. Близко ли мы, далеко ли мы, или не стоит говорить, или стоит говорить, потому что это очень актуально. То, что происходит сейчас в мире, то 24-я глава. Совсем другая тема, но если никто не возражает, то я на этот вопрос отвечу. Вот и все. На следующий раз. Я отвечу на этот вопрос, постараюсь коротко. Смотрите, Григорий Иванович, мы видим, что есть ряд признаков, как говорится, от смоковницы, возьмите пример. Когда она набухает, вот, близко лето, да. А вот, что Писание говорит? Григорий Иванович, говорит, Еремея, 16-я глава, там есть такие слова, и не будут уже говорить, благословен Господь, который вывел нас из земли северной, из всех земель, куда изгнал нас. Правильно? Говорят уже. Смотрите, как выросла в последнее время Алия с Россией, с Украиной. Заполнены, переполнены сахнуты. Вот, сейчас людям жилья не хмутает Израиль. Вот, и строятся срочно новые дома, и все пришло в движение. Когда Алия, Израиль расцветает, все приходит в движение. Вот, это один момент. Второй момент. В 16-м стихе говорится, что ибо я пошлю рыбаков, и будут ловить вас, а потом пошлю охотников, и будут что? Будут гнать вас со всякого места. А вот. Мы можем сами видеть всплеск антисемитизма во всем мире. А вот, я думаю, что когда закончится этот конфликт между Россией и Украиной, то, естественно, виноватыми во всем останутся. Мы видим, что сейчас идет обвал экономики. И мы видим, что сейчас будут очень трудные времена. Мы не знаем, во что это все выльется, но виноватыми сделают кого? Естественно, вот эти антисемитские настроения, что для меня очень важно, чтобы они не перекинулись на церковь. Чтобы мы, как церковь, а не подражали вот этой бунтующей толпе. Вот. И не отражали интересы разных политиков, разных взглядов, которые будут настроены по-антисемитски. И, естественно, будут гонения. Бог собирает свой народ. И мы живем как раз в этом периоде, когда Бог восстанавливает Израиль. То есть, евреи должны будут вернуться отовсюду. Бог отовсюду их что? Вернет. Поэтому наша миссия, как бы, она преследует одной из очень важных целей. Проект Алия. Первые шаги народа. Потому что среди вернувшихся будут наши братья Иисусы. Исаня говорит, что мы должны помогать всем, а наибачи своим поверь. Поэтому это очень важный момент, это очень важный период. Но мы знаем, что нельзя ничего говорить, пока не начали строить третий храм. С момента, как начнут строить третий храм, останется последние семь лет. Мы знаем, что время для евреев прекратилось в тот момент, когда храм был разрушен. Это было 69 седмин. 7 седмин и 62 седмины. И начались времена язычников. Времена язычников подходят к концу. Мы видим также один из признаков, что идет охлаждение в церкви. А в народе израильском, наоборот, идет пробуждение. То есть эти процессы мы не можем не видеть. Мы не можем их не фиксировать. То есть мы видим, что все как Бог предсказал в слове. А вот так оно и исполняется. И в конечном итоге мы можем видеть вот эту ситуацию, когда начнет строиться последний храм, начнется последняя седмина. Вот эти вот семь лет, о которых говорит подробно книга «Открыли». И тогда уже будет понятно. Пока что храм не начали строить. Мы знаем, что есть сокровищница третьего храма. В музее есть. Все готово для того, чтобы его построить. Единственное, что мешает, это мечеть Эль-Акса, которая стоит на этом месте. Как решится этот вопрос, я не знаю. Но вы знаете, что еще, можно так сказать, полгода назад вряд ли кому-то в голову могло прийти, что будет вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Поэтому вещи происходят. За мою жизнь я видел, как распался Советский Союз. Мог кто-нибудь такое предположить? Вот я в Израиле 30-35 лет назад. Мог кто-то предположить, что Советский Союз распадется? Поэтому мы не знаем, как будут вещи происходить. Но мы знаем, что написано в Библии. Храм будет восстановлен. Естественно, весь мир хоть захочет прийти к единому мировому порядку. Экономическому, политическому и религиозному. И в центре этого мирового порядка будет стоять одна личность, которая будет выдавать себя за Бог. В Библии обо всем этом сказано. То есть мы видим, что есть вещи, которые уже исполняются, но есть вещи, которые еще не исполняются. Поэтому конкретно о временах и сроках мы ничего сказать не можем. Мы можем видеть, что почки набухают. Поэтому лето, оно скоро. А когда скоро, я не знаю. Вот это я как раз и хотел спросить. Потому что то, что по той первой теме, я хотел задать вопрос. А вы в конце ответили. Я хотел задать вопрос как раз. Что значит всякие грехи хула простятся, а хула на Духа Святого не простится? Ну и ответили. Я предупредил ваш вопрос. А этот вопрос, мне кажется, он очень важный тем, что в церквах почти не проповедуют. Проповедуют о морали, о другом всяком конфликтах. А вот то, что совершается, что распускается в Смоковнице, о том, что проповедано Евангелие по свидетельству всем народам. На пяти тысяч Евангелие уже переведено, Библия на две тысячи, а Евангелие переведено на пять тысяч частиц Евангелия. То есть проповедано. И тогда придет конец, когда выходил Христос и ученики спрашивали. Вот мне хотелось бы, чтобы на эту тему больше и больше и больше говорить. Вот этому я. Пожалуйста. Я что знал, то я вам сказал. Как начнут строить храм, будет понятно. Да, но вера охладеется. Охладела вера. Об этом надо говорить. Я думаю, что для церкви есть два спасающих круга, за которые она может держаться, чтобы не так быстро отступить. Первый круг – это активная проповедь Евангелия. И второй спасательный круг – это поддержать то пробуждение, которое будет среди еврейского народа. Я верю, что это затормозит то отступление, которое будет повсеместно. Но мы видим, что пик пробуждения уже прошел. Вся Европа уже отступила от Бога. Америка уже отступила от Бога. Вот, что нравы падают. К греху относятся очень толерантно церкви. Идет сильное охлаждение. Появляется куча всего, что мир начинает влиять на церковь, вместо того, чтобы церковь влияла на мир. Мы видим, что на постсоветском пространстве пик пробуждения уже прошел. Идет наоборот. Но, может быть, война в какой-то степени подстегнула этот пик пробуждения для украинского народа. Потому что очень много украинцев сейчас обращается к Богу. И в этом отношении я вижу войну не как проклятие, а как благословить. Вот, если смотреть на это духовными глазами, если человек в стесненных обстоятельствах обратился к Богу, так эти стесненные обстоятельства для него можно смотреть как на благословение. Вот, поэтому, да, но другие народы, естественно, вот эта тенденция к отступлению, она идет. Написано, что в послании к Фессалоникийцам, вторая глава второго послания, написано, что будет отступление, и тогда откроется человек греха. Отступление уже идет, а вот человек греха еще пока не открылся. Потому что храм еще не начали строить. Ну, может, там другие вопросы, а то мы заняли много времени. И удерживаешься, что нельзя. Пожалуйста, Иван, вы хотели задать вопрос? Нет, я очень внимательно слушал, и на все вопросы четко и ясно ответили, что, конечно, закон был получен, тоже огонь был, и огонь был языки, когда и Дух Святой сошел, тоже через полторы тысячи лет Господь подарил силу, дал силу, и вот этой силой мы пользуемся или не пользуемся. Вопрос, а если Бога нет внутри, то и силы нету, тогда Господь предоставляет, найду ли веру. Своей веры много, а вера живая, как сказано и у Даниила. Есть две вещи, которые важно понимать в совокупности. С одной стороны, мы получаем силу, а с другой стороны, Дух Святой крестит нас в тело. Я думаю, что если мы получим силу, но Дух Святой нас в тело не покрестит, то тогда мы не будем занимать то важное место, на которое Дух Святой нас отворяет в теле Христового. Тогда некуда будет эту силу прикладывать. С другой стороны, сила, которую мы получаем в Духе Святом, она проявляется как раз тогда, когда мы занимаем правильное место в теле Христовом, когда мы занимаем правильное служение, тогда Бог действует в нас и через нас. Разные конфессии делают разные ударения на эти вещи. Одни конфессии делают ударение на то, что вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой. И они говорят, что есть верующие, которые силу еще не приняли. Вот они верующие, но силу не приняли. А есть верующие, которые говорят, что ибо всем одним Духом крестились в одно тело. Поэтому все верующие, они Духом крещены и все имеют силу. А вот тут зависит от вашей теологии, это вопрос полемического характера, он не касается вопроса апологетики. И мы даже с Игорем Германом, с которым мы очень дружны, имеем разные понятия в этом отношении. Но тем не менее, я считаю, что нам нужно избегать крайностей. Почему? Потому что лично на меня многие смотрят, люди консервативные, что я очень либерально отношусь. Почему? Потому что я приветствую всех верующих разных динаминаций. А люди, которые настроены слишком либерально, они говорят, что я слишком консервативный, и я хочу заколкнуть двери для тех, которые считают себя верующими, а я верующими не считаю. Они говорят, что я разделяю тело Христово. Поэтому один даже меня назвал спецназ Михаила Карповецкого. Я считаю, что мы должны строить стены там, где они должны стоять, не между динаминациями, а чтобы защитить церковь от разных лжеучин. Поэтому мы должны четко определять, где есть лжеучения, и те вопросы, которые касаются отношения к Духу Святому, как к Личности, как к Богу, это вопросы, которые касаются апологенники. Это то, что важно. А вопросы, сходит ли Дух Святой на верующих сегодня, как во времена апостолов, одни считают, что да, другие считают, что нет. Но я считаю, что это вопрос, который не заслуживает того, чтобы так много времени и сил на это тратить. По вере вашей дано будет вам. А мы. Брат Миша, по первому вопросу можно? Да. По первому вопросу. Ну, на мой взгляд, ты же говорил, что Дух Святой как Личность и как Бог, да? Да. Вот такие характеристики, которые касаются Бога Отца, Бога Сына, они касаются и Духа Святого. Вот я думаю, что это важное как бы доказательство или... То есть Дух Святой, он как Отец и как Сын Святой имеет абсолютные Божьи характеристики. Он вечен, он слят, он вездесущ, он проницает все, глубины. А вот Бог есть Дух. Правильно? Да. Ну, у меня здесь, я когда-то просто обращался, ну, или как, на эту тему размышлял. Вот выбрал тут несколько таких, хотел бы просто... Вот истина, истина, Святой, Свет, вечен, то есть несотворенный, добр, благий, Всеведущий, вездесущий, всемогущий, неизменяемый, Творец, и Воскресение. Являются вот эти вот все, как бы, которые я нашел в Библии, то есть полностью цитаты, которые касаются Отца, Сына и Духа Святого. Амин. Амин. Очень, очень правильное дополнение. Спасибо, Сергей. Спасибо. Ну, есть еще вопросы, друзья? Михаил, в какой момент верующий человек испытывает крещение Духом Святым? Ну, опять-таки, это полемический вопрос. Но я скажу, как я понимаю. Кто-то может со мной не согласиться. Вот, есть люди верующие, которые понимают, что есть два переживания. Рождение свыше, вот, и крещение Духом Святым, когда Дух Святой сходят. Действительно, так было во времена апостолов. Почему? Потому что мы с вами видим, что все верующие были вместе, то есть они уже были рождены от Духа Святого. Вот, и когда сошел Дух Святой, были определенного рода знамения, почили огненные языки на каждом, и люди, исполнившись, говорили на иных языках и славили Господа. Вот, то есть были знамения, которые говорили о сошедении Духа Святого. Вот, есть верующие, которые говорят, что сегодня тоже есть знамения, но я за свою практику как верующий человек ни разу не видел, чтобы сходили огненные языки, чтобы место трусилось, чтобы был сильный ветер, то есть этих знамений я не видел никогда и нигде. Я очень часто бывал и общался и в харизматических, и в пятидесятнических церквях. Вот, единственное, что я видел, это говорение на иных языках, но у меня есть сомнения, что те языки, на которых братья говорят, это действительно на речи. Вот, ну пусть Господь меня простит, я никого не хочу обидеть, вот, тем более, что я очень люблю и ценю братьев-пятидесятников и верю, что духовность, она не измеряется динаминацией, она измеряется плодами Духа Святого. Вот, но, тем не менее, я сомневаюсь, что те языки, которые существуют сегодня, они те языки, на которые говорили апостоли. Вот, это мое мнение, вот, я его никому не навязываю, но так я думаю. Я, наверное, может быть, поясню немножко свой вопрос, потому что, я не столько спрашивал о том, как оно проявляется, крещение Духом Святым, это то, что ты вот попытался ответить. Вот книга «Деяния апостола», восьмая глава, я прочитаю несколько стихов, 14-й, 15-й и 16-й. «Деяния апостола», 8-я глава, с 14-го стиха и ниже. «Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним от Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого». И вот очень интересный момент, это и мой вопрос, 16-й стих. «Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». И вот здесь у меня возникает вопрос, ну тогда и 17-й, наверное, прочитать стих нужно, тогда возложили руки на них и они приняли Духа Святого. Вот интересный момент, крещены были во имя Господа Иисуса Христа, я так понимаю, что это было крещение с покаянием, ну как мы обычно понимаем, что было исповедание и люди крестились, как бы акт возрождения, который у нас сейчас обычно состоит в евангельских христианских кругах у баптистов, акт покаяния, акт крещения, вместе оно с собой представляет духовное возрождение. Ну кто-то так понимает, может кто-то чуть-чуть иначе, но здесь интересный момент, они были крещены, как здесь сказано, во имя Иисуса Христа, но Святого Духа не приняли. И вот здесь интересный момент, вот почему я задал этот вопрос, оказывается, может такое быть, что люди могут покаяться, креститься, но крещение Духа Святого они не имеют еще, это позже. Смотри, Володь, когда Иисус пришел к апостолам, он им говорит, Дух мой даю вам, и вдохнул им, правильно? То есть они были рождены от Духа Святого апостола? Я думаю, что они не были. Что? От Духа Святого, когда Иисус дунул, думаю, что не были на тот момент. Как это не были? Я думаю, что все, кто верил, в том числе и ветхозаветные верующие, они были рождены от Духа Святого. Иисус, когда говорил с Никодимом, о чем ему говорил? Что должно вам родиться свыше, правильно? Ты учитель, и ты этого не знаешь. Это же не что-то новое Иисус принес. Он принес то, что оно было всегда, всегда было два условия. Покаяние и вера во Христа или в оправдание через копору, через жертву. И эти вещи производил в человеке кто? Дух Святой, как ветхозаветный, так и в новозаветный. Ну смотри, Михаил, я думаю, разница есть. Сошел Дух Святой, как на... Я сейчас объясню, почему эта разница есть. Или рожденный от Духа Святого. Я сейчас объясню, как я это понимаю. Я, может быть, неправ. Может быть, я неправильно понимаю. Но я так понимаю. Вот, мне так Бог открывает. Вопрос, почему, когда Израиль отступил от Бога и поклонялся Ваалу, было два пророка, через которых Бог сделал очень много чудес? Я думаю, это тот же самый вопрос. Почему? Потому что через чудеса вот эти Бог показывает, что чудеса, они же не всегда происходили во всей полноте и силе. Было три периода. Это выход евреев из Египта, это служение пророка в Велии и Елисея, и это служение Иисуса и его апостола. Апостолы были наделены особой силой. Почему Дух Святой сходил по возложению рук апостольских? Потому что Бог особенно выделил апостола, как своих учеников, тех, кому Он дал власть, чтобы их учение, оно было воспринято. А вот сегодня, когда мы имеем полностью учение апостола, оно у нас записано, правильно? Не может быть другого учения. Поэтому я верю, что в те времена Бог выделил апостола в особой власть. Я не думаю, что сегодня все исправно дают десятину. Я думаю, что таких людей, как Анания и Сапфира, сегодня намного больше, чем было тогда. Почему? Потому что тогда, когда они упали замертво, был страх на всякой год. Но Дух Святой, Он тот же Дух Святой. Бог, Он тот же Дух, Он же не поменялся. Просто тогда закладывалось основание. Тогда Богу важно было выделить. Написано, много знамений и чудес совершалось через апостола. Шимон, который хотел купить дар Божий за деньги, чтобы он тоже возлагал руки и Дух сходил. Ему сказали, что ж ты хочешь дар Божий за деньги купить? То есть, этот дар был дан кому? Апостолам. Почему? Потому что Бог особенно выделил этих людей. В послании к Ефесянам мы видим, что апостолы вместе с пророками, они являются основанием. Написано, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным картом. Основание закладывается один раз, оно уже заложено. Библия уже написана. Она есть у каждого. Тогда Библия была, только были определенные книги в разных общинах, поэтому нужны были апостолы, которые говорили это учение. А вот они посылали людей, они увещевали, они писали письма, посланий. Сегодня у нас есть полное учение Библии, которое является богодохновенным. Писание пророков и апостолов. Поэтому я думаю, что сегодня немножко другое время, когда Слово Божие закончено, Дух Святой не сходит таким образом, как Он сходил. Я, во всяком случае, не видел таких знамений и чудес, которые были во времена апостолов. Поэтому я прихожу к заключению, что Дух Святой, Он крестит человека сегодня, погружая ему в тело Христового. Это происходит в момент рождения свыше. Когда человек рождается свыше, он хочет трудиться для Бога. Именно тогда происходит крещение Духом. Например, в Деяниях мы читаем тоже, когда в доме Корнилия проповедовал Петр, помните, тогда Дух Святой сошел еще до крещения. Правильно? То есть мы видим момент, когда Дух сошел еще до того, как они были крещены. Поэтому сушествие Духа Святого мы наблюдаем в Деянии апостолов и до крещения, и в момент крещения, и после крещения. Но сегодня я верю, что в тот момент, когда человек рождается, как написано в 12 главе 1 Коринфянам, написано, ибо все мы одним Духом крещены в одно тело. То есть функция Духа это погрузить нас в тело Христово, чтобы эффективно действовать в нас и через нас. В этом заключается суть и рождения от Духа Святого, и крещения от Духа Святого, как я понимаю. Но есть люди, которые понимают по-разному. Там, где двое или трое собраны во имя мое, там и я среди них. Позволите поделиться, брат Михаил? Пожалуйста, Лепарит. Но если ты так красиво просишь, как я могу делать? Я вас всех приветствую, братья и сестры. Смотрите, вот только что говорил, брат наш, что Господь вчера, сегодня, во веки тот же. Перед тем, как взойти на небо, Он сказал, что я с вами до скончания века. Он также сказал, 16 глава, 14 глава, Яна, о Духе Святом, что он с вами будет во веке. Теперь, если можно, брат Миш, прочти, пожалуйста, Филиппийцам 2,13. Здесь у тебя Библия под рукой. Просто я хотел бы, чтобы мы вместе разобрались правильно, грамотно. Да, пожалуйста. Потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Аминь. А как Бог это может делать, если кроме как в силе Святого Духа? Я вот приведу свой один из многочисленных примеров. Значит, был приглашен на день рождения одного высокопоставленного чиновника из Газпрома. Я этого человека, мы только знали лицо, сдалека здоровались. Я его вообще не знал, даже имени не знал. Ну, поскольку мы там пересекались, город маленький, там 50 тысяч на севере, где я работал. И вот один из знакомых говорит, тебя тоже пригласили. Я вот пришел, сел в банкетном зале, там человек всего лишь 17-18 было. И задаю вопрос себе и Богу, Господи, а что я здесь делаю? Они 4 часа пили водку, а я сидел с ними вот за этот вперед. И вот я понимаю внутри, что здесь что-то не так. Я здесь не могу находиться случайно. Вот пока сидели, я несколько раз выходил, и в то время у меня коронная визитная карточка в миру, это косари на лугу. Я ее выучил наизусть, спустился вниз, это было зимой, на улице где-то под 40 мороза. И я подпеваю там, тренируюсь, поднимаюсь, и вот пришло время расходиться. Я просто вам рассказываю реальную историю. Огромный зал, большой зал, деревянные столы под старину сделаны, стульев нет, там просто эти длинные лавочки деревянные, там как они называют, табуретки, да, или как, нет, не табуретки, но длинные, как называется, по 5, да, вот на 5 человек. И этот ресторан кипит, кипит, шум, гам, музыка там орет, а все между собой общаются, ну, где-то человек 120, такой громадный ресторан. И когда мимо идем этого бара, этот именинник говорит, давайте еще по 50 грамм, они останавливаются. Я в это время подхожу музыкантам, ребят, я говорю, пожалуйста, вот вам 100 рублей, позвольте одну песню спеть. Он говорит, мотив, скажи, я говорю, не надо, я начну, если попадешь, попадете, нет, ничего страшного. И вот это 4 часа я за эту ситуацию молился, чтобы Бог меня благословил о нем, про него свидетельствовать. Я беру микрофон, я сейчас вам рассказываю вот ту часть, которой я свидетель этих действий Духа Святого. И знаете, я взял микрофон, сказал, для именинника, для гостей именинника, для гостей, всех гостей этого заведения, для работников этого заведения хочу вам спеть вот эту молитвенную песню. А Косари на лугу его никак нельзя не переводить, там 4 слова Косари, луг, потом цветок и камень. Вот пока его перевел, это уже маленькая пропасть, и потом начинаю петь. Я начал петь, вот я видел просто как этот ресторан затих, вообще ни одного звука не слышно, все притихли. Первый куплет спел, смотрю, одна пара вышла в обнимку, танцуют, вторая пара вышла, но ресторан в Тичине, никто не говорит, я просто с вами делюсь действием Духа Святого. Я на языках ни разу не говорил, сам крещен в Баптистской церкви, но когда во время проповеди все русскоязычные, мы общаемся на русском, и я понимаю, что такой необходимости во время проповеди, так Господь считает нужным, раз я не могу говорить, я говорю тем, которые понимают этот язык, и я когда доспел эти четыре куплета косариналугу, я говорю, теперь хочу за вас, за всех помолиться, и я вот начинаю громко молиться там за всех, я когда сказал амин, смотрю, со всех месяц, со стола вставали, подходили ко мне, меня обнимали, целовали, один не русский, вот среди русских, полдвенадцатого ночи, пьяный ресторан в северном городе, вот это есть действие святого святого духа, я неспроста сказал брату Михаилу, чтобы прочесть филиппийцам 2.13, потому что Господь это делает, вот он подал сигнал мне, вопрос за мной, я приму его или не приму, я буду за это просить его, чтобы мне быть свидетелем его здесь, или не буду, и он, вот мое рвение, он благословил, вот это есть действие святого духа, он на обстоятельства если не смотрит, мы же ясно читаем, там где дух Господень, там свобода, и для слова Божьего уз нету, нет никаких преград, он такие действия может производить, и у меня таких примеров, братья мои дорогие, очень много, поэтому пусть Господь благословит, спасибо тебе, брат Михаил, что поделился, не растерялся. Это дополнение, спасибо, опять-таки все это было по слову Божьему, написано, что Божий человек должен быть ко всякому доброму делу, что приготовлено, а вот, мы должны свидетельствовать людям Евангелие, нести свет в этот мир, это то желание и то действие, которое производит нас, Дух Святой, аминь. Вот, но есть вещи, которые очень опасны, я, например, еще когда был молодой верующий, был один брат, Андрей Миллер, он 50-ник, с Сибири, они приехали, ехали, вот, он считал себя пророком, и многие пророчества в его жизни исполнились, вот, и однажды он на собрании сказал такую вещь, что Иисус Христос не придет во время тысячелетнего царствия, а он поставил этого Андрея вместо себя, ему поклонятся церковь в Израиле. Поэтому, он жил еще? Нет, он жил еще, но я думаю, что он был человеком душевнобольным, вот, и, но дьявол это использовал для того, чтобы, вот так вот людей скосить, и был серьезный раскол в церкви, серьезный раскол в церкви, почему, потому что многие его почитали за пророка, вот, и он говорит, вот, мне было видение, Бог мне сказал, что так оно будет, вот, поэтому нам нужно быть очень осторожными, чтобы мы могли сверять те вещи, те откровения, которые Бог дает, к чему Бог нас побуждает, со Словом Божьим, вот, и Бог не работает без Слова, Он всегда работает в нас с Духом Святым, через Слово, для рождения нужно, чтобы две клетки соединились, правильно? Точно так, для духовного рождения, чтобы Дух соединился со Словом, чтобы оно жило в нашем сердце, вот тогда будет плод Духа Святого. Окей, хорошо, я вижу, Оля Шнитко хочет задать плод, да, Оля? Я хочу сказать, Михаил, что я ухожу, я должен уходить, потому что это... Всего доброго, всего доброго, Григорий Иванович, Божьего благословения, спасибо вам, Богу, за ваше сердце, за ваши желания, за вашу поддержку нашей миссии и наших зумов, которые мы проводим. Божьего благословения Израиля, особенно вам спасибо. Оля Шнитко, хочет... Светлана К. держит руку, я смотрю, да или нет? А, нет, это моя рука, я извиняюсь. Это я направил, но как будто рука. Ну, хорошо, друзья мои, есть еще вопросы у кого-то? Вот, или мы будем заканчивать на все? Ну, если нет, то закончим тогда, брат мой. Окей, хорошо, друзья, я хочу, чтобы мы продолжали молиться за наши зумы, вот, чтобы Господь благословил, чтобы люди могли получать материалы, которые мы распространяем, потому что задачи, которые ставит перед собой наша миссия, они очень важны. Поэтому просьба поддержать нас, молитвенно, если есть возможность, материально, скоро уже платежные атрибуты будут на сайте, мы хотим сделать, чтобы у нас все было открыто, чтобы у нас был отчет, полный финансовый отчет, потому что мы занимаемся не бизнесом, мы занимаемся служением, и это очень важно, чтобы все было чисто, прозрачно, честно, во славу Господа. Помолитесь, особенно за Иголя, мы видим, у него в семье проблемы, сейчас папа очень плохо себя чувствует, мы уже молились в самом начале, девочка тоже капризничает, вчера у него был очень тяжелый день, девочка отказалась пить воду, и я верю, что это очень тяжело родителям, особенно, когда они в служении, дьявол пихает палки в колеса, вот, и сейчас Иголь остался без средств существования, потому что его уволили с нескольких вузов, поэтому просьба и желание наше молиться, чтобы Бог усмотрел, для того, чтобы эта семья продолжала трудиться, потому что он директор нашей миссии, вот, чтобы Бог помог ему во всем, и чтобы мы могли поддержать по мере возможностей, и чтобы мы могли продолжать дальше двигаться, вот, я верю, что то дело, которое мы начали, оно важное, и что, как когда-то Моисей держал руки, а Арон и Оры их поддерживали, для того, чтобы одержать победу духовную, так и вы поддержите наши руки, для того, чтобы дьявол не возобладал, и чтобы то, что мы проповедуем, и что мы несем, и то, над чем мы трудимся, чтобы это не захлебнулось, вот, давайте помолимся, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты не меру даешь нам Духа Святого, что это да Божьей благодати, которая в нас пребывает, нас направляет идти по путям правды, Господь, во имя ищу, а мы просим Тебя, чтобы Ты благословлял, благословил, поддержал нас, осветил, даровал нам милость, Господь в том, чтобы мы могли являть эту любовь и милость всем тем, кто нас окружает, чтобы мы могли быть людьми твердыми и принципиальными по отношению к лучшим учениям, и очень гибкими и мягкими по отношению к нашим братьям, которые некоторые вещи понимают не так, как понимаем мы. Просим Тебя, чтобы Ты благословлял, благословил, и Духом Своим касался каждого сердца, чтобы мы могли иметь этот мир с Тобой и друг с другом, насколько это зависит от нас, Господь, чтобы Ты, Господь, даровал нам это желание пребывать в мире Твоем, и чтобы этот мир, он был совершенным в нашем сердце, во имя ищу Он. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты дал нам это святое усилие для того, чтобы возвещать Слово Твое в Духе Святого, в силе Духа Святого, чтобы Ты дал нам возможность приобретать для Тебя новых и новых учеников, Господь, и чтобы Ты дал нам, Господь, по милости Твоей, все преодолевшее устоять, быть верными Тебя до конца. В Твоем ищу Он мы просим. Аминь. Аминь. С миром Божиим, братья и сестры. И вам, Божьи благословения, и счастливые друзья. Я был очень рад с вами пообщаться, поделиться. Еще раз мое извинение за Бориса Германа, просьба также молиться за него, что ему на днях вырвали зуб, сделали операцию, зашивали. Сейчас у него сильно боли голова, подскочило давление. Поэтому просьба молиться, чтобы Господь восстановил. Аминь. Божьи благословения, счастливого всем. Божьи благословения, с Богом всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok